Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина Аронец. Я являюсь независимым партнером круизного клуба «Инкрузес», а также его интернациональным директором. Мы все знаем, насколько гениальна идея была у Майкла Хачесона о создании его клуба. Но именно здесь, в Барселоне, на этой большой торжественной презентации и встрече с международными лидерами с разных стран и с большой испанской командой партнеров, он рассказал нам историю создания круизного клуба и о его ценностях. Предлагаю вашему вниманию прослушать эту потрясающую речь Майкла Хачесона с моим переводом на русский язык. Торжественная презентация началась, и под бурные аплодисменты. В зал входит генеральный директор и основатель международного эксклюзивного круизного клуба «Инкрузес» Майкл Хачесон. И в первую очередь Майкл говорит, я хочу представить вам всем генерального консула «Инкрузес» Брюса Мердока. Брюс занимается всей правовой политикой нашего круизного клуба. И сейчас он начинает свою пламенную речь и говорит о том, что, конечно, у вас возникают многие вопросы, на которые я постараюсь вам сегодня дать ответ. Я понимаю, что у вас есть много вопросов, поэтому я хочу рассказать вам историю создания нашего клуба. Когда я начинал мой клуб и затем попросил моего друга Фрэнка присоединиться ко мне, нас было двое, и мы думали о том, как построить этот бизнес. Мы начали создать клуб еще в 2015 году, и Фрэнка Дина с удовольствием согласился сотрудничать со мной и даже стал главным соинвестором клуба. Но я сказал Франку, нам нужен партнер, Франк, нам нужен еще один бизнес-партнер, серьезный бизнес-партнер, нам нужно его найти. И мы усердно занялись этими поисками. И мы нашли самого лучшего бизнес-партнера. Это была компания World Travel Holding, WTH. World Travel Holding – это глобальная туристическая компания, которая имела миллиардные обороты по розничной торговле, продаже круизов. World Travel Holding занимал очень хорошую позицию в круизной индустрии. Если посмотреть, что круизная индустрия – это 40 миллиардов доходов в год, то World Travel Holding имел 1 миллиард доходов в год. И у них был сайт круиз.ком, и также еще один сайт круиз1.ком. Этот мощный холдинг принадлежал двум братьям под фамилией Толгет, братья Толгет. Я позвонил одному из братьев и сказал, у меня есть отличная идея. Я хочу привлечь много новых пассажиров в ваши круизы. Знаю, как воплотить эту идею. Тебе интересно это? Он согласился обсудить со мной эту идею. И мы назначили время, когда он прилетит из Нью-Йорка в Майами, для того, чтобы у нас состоялся митинг и обсуждение моей идеи. Мы встретились с ним, и я сказала ему, мы хотим создать первый в мире и самый большой круизный клуб. Он ответил, мне нравится твоя идея. И мы начали работать над созданием нашего соглашения. Разработать правильно это соглашение мы подключили также адвокатов. И мы работали на протяжении трех месяцев, не останавливаясь. Кутал 7 дней в неделю, чтобы запустить наш клуб. И мы назначили старт нашего круизного клуба на 1 января 2016 года. Я также поделился моими планами с моими детьми. У меня прекрасных четверо детей. И мы с ними поехали в рождественские каникулы в круиз. И как только я вернулся из круиза, ко мне позвонил дополнительный вице-президент от компании World Travel Holding. И сказал мне, Майкл, мы продаем наше туристическое предложение как франшизу стоимостью в 10 тысяч долларов. Ваш клуб хочет продавать подобные туристическое круизное бизнес предложение всего за 195 долларов. Майкл, у нас есть проблемы. Какие проблемы, спросил его я. Кто именно является проблемой? 10 тысяч долларов или 195? Что есть проблемой? Он мне ответил, Майкл, понимаешь, мы работаем очень много на рынке. Это наш серьезный шаг. Мы не можем так рисковать с инкрузой. У нас корпоративные отношения. У нас большая индустрия. Я сказал ему, вы что, у нас осталось всего 10 дней до запуска нашего клуба. Мы потратили десятки тысяч долларов на создание материала, на создание различных промо-видео. Вы что, подождите, подождите, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, 24 часа. Пожалуйста. И я позвонил Франку. Но я не сказал Франку, что у нас проблемы. Я сказал Франку, что у нас большие возможности. Я рассказал Франку о том, что у меня состоялся разговор с представителем World Travel Holding. И Франк воскликнул. О, замечательно, прекрасно. Значит, вы подписали уже договор с данным холдингом. Франк был немножко нервный, возбужденный, потому что оставалось совсем мало времени до официального старта нашего клуба. И, конечно же, он хотел, чтобы мы быстрее уже подписали соглашение. Но я ему сказал, нет, мы не подписали. Он мне сказал спасибо и не сказал спасибо. Если вы знаете хорошо Франка Кодину, то он в этот момент, конечно, взялся за голову и воскликнул. О, боже мой! Мы начали думать о том, как придать большую ценность нашему клубу. И я сказал Франку, что если нам не продавать имя World Travel Holding. Нам не нужно продавать его имя, потому что это стоит дорого и у нас свое имя. Нам не нужно продавать их имя. Мы просто должны иметь с ними, заключать очень хорошие, дружеские и корпоративные отношения. И это действительно было правильным решением, потому что мы не нуждались в их лицензии. Мы не должны были платить за их имя, такие большие деньги, просто за их лицензию. У нас создавались другие, двухсторонние отношения. И у нас оставалось совсем мало времени, всего 10 или 7 дней до начала старта нашего клуба. И я набрался смелости, позвонил снова братьям Толгетт и попросил у них встречи. Следующая встреча была всего 15 минут. Я рассказала Роджеру Толгетту о нашем решении. И он сказал, мне нравятся ваши решения, но я считаю, что это очень большой риск. Но я готов пожать твою руку. Майкл сказал, давай пожмем руки, мы увидимся снова позже. И мы снова принялись за дело. Было сделано уже много очень работы. Было потрачено десятки-десятки тысяч долларов на различные видеоматериалы, на документы, на разработку всего маркетингового материала, инструмента, на соглашения. И что делать? Оставалось очень мало времени до старта. Что бы делали вы? Вы бы остановились после того, как вы уже задумали ваш план работы, после того, как вы уже потратили столько денег. Что бы вы делали со всем этим? Вы бы остановились? Какой выход? Какой был бы выход с этого всего стресса у вас? Я нашел способ, как перебороть этот стресс. Я отправился в круиз. Кроме того, я обещал этот круиз моим детям. Мы отправились в круиз. И там мы встречались с людьми, которых мы раньше никогда не видели. Мы вместе с ними завтракали, ужинали, проводили вместе время с людьми, которых раньше никогда не видели и не знали. Это был отличный опыт. Мы встречались с людьми так же, как вы сейчас встречаетесь с людьми, когда едете в ваши круизы со всеми незнакомыми людьми. Первый раз. И они задают вам вопросы. Мы с ними разговаривали. Они меня спрашивали. Что ты делаешь? Какой твой бизнес? Чем ты занимаешься? И я им отвечал. Я создаю сейчас членский круизный клуб. Что? Что? Переспрашивали они. Что это такое? Я говорил. Я создаю и начинаю членский международный круизный членский клуб. Что это значит? Переспрашивали они. Что это такое? Майкл говорил. Это значит, что в клубе будут участвовать члены клуба, которые будут иметь лучшие цены на путешествия в круизах. Которые будут иметь более выгодные условия для того, чтобы путешествовать в круизах. Что? Как это? Каким образом? Спрашивали они. Один из пассажиров все время меня приспрашивал. Почему я не знал об этом раньше? Как я могу в этом участвовать? Майкл сказал. Я очень извиняюсь, прошу прощения, но мой клуб стартует только через две недели. Этот парень все время ходил за мной во время круиза и переспрашивал о моем клубе. Я позвонил Франку и сказал. Франк, ты знаешь, вот тут я нахожусь в круизе. И меня переспрашивают люди. И есть совершенно странные люди, которые очень интересуются нашим клубом. Франк, мы с тобой создадим историю. И сегодня, спустя три с половиной года, мы подтверждаем. Мы вошли в историю. Наш клуб существует и работает. И имеет очень хороший результат. Мы уже поменяли и обновили все свои лицензии и соглашения. Мы имеем соглашение с самым крупным представителем в круизной индустрии. Международной круизной ассоциации КЛИА. Открыли три официальных, легальных представительства наших круизных продаж нашего клуба в Майами, Флорида, в Америке, в Пуэрто-Рико и в Андорре, Европа. Мы официально платим налоги. Но, конечно, меня спрашивают две вещи, которые волнуют многих людей. Почему вы не переехали в Пуэрто-Рико? Почему вы открыли представительство в Пуэрто-Рико? Чтобы избежать налогов. Почему вы открыли представительство в Андорре? Чтобы избежать налогов. Вы слышали из моих уст, чтобы я говорил о том, что нужно избегать платить налоги? Нет. Платить налоги нужно, но есть разница, как их платить. Есть возможность платить меньше налогов. Вот именно то, что мы стараемся делать, открыв представительство в Пуэрто-Рико и представительство в Андорре. Почему? Потому что мы сделали очень много. Мы расширили наши возможности. Мы дали людям возможность, благодаря нашему бизнес-предложению, зарабатывать очень высокие доходы. Благодаря этому мы организовываем еще больше продаж круизов для наших потребителей, для наших клиентов, членов. Но не только это, а мы также участвуем в благотворительности. Мы помогаем сейчас очень большой организации, которая работает над очистками океанов. И мы вносим очень большую свою лепту в виде взносов для того, чтобы очищать наши океаны на нашей планете. И наши лидеры знают об этом. Мы рассказывали недавно в Андорре на нашем глобальном саммите нашим лидерам. И мы очень гордимся этим, что мы можем делать благие дела для нашей всей планеты. Но мы не только занимаемся очисткой океана от различных загрязнений и пластиковых бутылок и всего прочего, но также участвуем в помощи больным детям. Мы дарим круизы больным детям, которые инвалиды, в Майами, в Орландо и в Пуэрто-Рико. И тем самым делаем их жизнь более радостной и счастливой. Организация называется Make a Wish, то есть воплоти желание в реальность. Мы делаем это не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим это делать, потому что благодаря нашему клубу у нас получается очень хорошая экономия денег. И мы можем позволить себе выплачивать и нашим партнерам, и делать благотворительные дела. И мы платим нашим партнерам комиссионные благодаря трем нашим платежным системам. У нас есть платежная система Payoneer, E-Payment и HyperWallet. И мы также и добавляем, выискиваем, добавляем и другие возможности, другие пути вывода денег для наших партнеров. Первый вопрос. Довольны ли вы теми деньгами, которые вы зарабатываете? Я думаю, что мы платим очень хорошие деньги. Да или нет? Да. Вопрос, который часто нам задают, это как работает наша модель членства? Как мы создаем такую возможность выплаты круизных долларов 2 за 1? Откуда мы берем возможности таких выплат? Для меня это очень легко объяснимо. Это легко сделать и это не легко сделать. Слушайте, как я объясняю это. Мы имеем разные источники дохода денег в компанию. Это от оплаты вами членства. Это от оплаты вами партнерства. Сюда тоже идет доход в компанию. Также мы продаем нашим бизнес-партнерам Power Tools инструменты, другие инструменты. Из этого мы тоже имеем источник дохода в компанию. И, конечно же, наши члены клуба покупают круизы через нашу платформу. И от продажи каждого круиза мы тоже имеем свой процентный доход в компанию. Это все вливается к нам в виде дохода в компанию. Вы же путешествуете в круизах от нашего клуба, да? Поднимите руки, кто уже был в круизе от нашего клуба «Энгрузы». Поднимите руки. Вот, я вижу, многие были. И, конечно же, мы также и вас защищаем. Мы как работаем для вас в протекции, как папа, выступаем в роли папы, заботливого папы, который оберегает свою семью. А вы для нас наша семья. Или что у нас есть разные виды источника дохода в компании. Но сейчас я хочу вам задать другой вопрос. Если вы, как владельцы вашего бизнеса, как вы думаете, вы будете тратить деньги на то, чтобы инвестировать в ваш бизнес, на развитие вашего бизнеса? Как вы думаете, круизные линии тратят на развитие своего бизнеса? Инвестируют деньги на развитие своего бизнеса? Я скажу вам, да, они все тратят, все туристические компании и круизные, тратят от 300 до 500 миллионов долларов на рекламу, для того, чтобы продвинуть свою рекламу и привлечь новых клиентов в свой бизнес. А мы, наша компания Incruzis, не тратит абсолютно ничего на рекламу. Ноль трат на рекламу. И я вас снова прошу поднять руки, кто уже был в круизе от нашего клуба Incruzis. И когда вы, члены нашего клуба, едете в круиз, вам там обслуживают, вам убирают каюты, вам сервируют в ресторанах, за вас убирают кто? Служащие, которые работают в круизных линиях, на круизных кораблях. И на это все, на этих служащих, на этих работников круизной линии тратят деньги. Это их расходы дополнительные. Наша компания не тратит. У меня нет таких служащих. И у меня, в нашей компании, нам нет необходимости нанимать сотрудников или тратить на них деньги. Вы понимаете? Мы ничего не тратим. У нас есть три вида расходов денег. Туда, куда мы тратим наши деньги. Первый вид – это круизные доллары. Мы тратим из наших доходов на выплату круизных долларов нашим членам клуба, для того, чтобы они поехали в замечательные круизы и отдохнули по лучшей цене. Дальше. Второй наш вид вытрат наших денег или расходов – это круизные линии говорят, что это действительно фантастический выбор. Действительно фантастика, правда? И вторая ниша, куда мы тратим наши деньги – это компенсационный план. Наш компенсационный план – это наши комиссионные, которые мы платим вам, нашим бизнес-партнерам за то, что они привлекают новых членов клуба в наш клуб. Я считаю, что мы делаем очень ценное вложение в людей. Мы даём возможность людям улучшать свою жизнь благодаря лучшему благосостоянию, благодаря финансовой независимости. Финансовая независимость может иметь разные виды независимости. Я создал этот бизнес для людей, чтобы они имели полную, абсолютную финансовую свободу. Для меня финансовая свобода – это свобода времени, это свобода денег и это свобода путешествия или отдыха. Также это свобода проживания или свобода передвижения. Посмотрите на всех этих лидеров, которые были со мной в Андорре на саммите. Они зарабатывают очень хорошие деньги и они путешествуют по всему миру и находятся там и тогда, когда они хотят. При этом они полностью финансово обеспечены. Итак, вы поняли, что вторая наша ниша, затрат наших денег – это компенсационный план. Это наш сайт, это инструменты, которые мы создаём для вас или уже создали. А теперь давайте подумаем о круизных линиях. Куда тратят они? Подумайте о том, что они строят свои корабли, о том, что они тратят деньги на тысячи-тысячи агентств, туристических агентств, которых нанимают сотрудников, которые сидят целыми днями в наушниках и разговаривают. Это колл-центры, которые принимают заказы бронирования круизов и разговаривают с клиентом. Это всё затраты финансовые. Представьте себе, что у них эти все колл-центры работают 24 часа в сутки. И там постоянно находятся сотрудники, которые разговаривают по телефону с клиентами, так как в разных странах разное часовое время и разные заказы круизов, бронирования. И нужно всегда быть готовым ответить. И это всё, конечно же, затраты и денег. А сколько у нас таких сотрудников, которые сидят в колл-центре и принимают заказы на бронирование? Зеро, ноль. У нас нет. Почему? Потому что у нас всё это бронирование происходит онлайн на нашем сайте. Они содержат офисы и платят за них. У нас нет таких офисов. У нас нет этих сотрудников, которых нужно оплачивать. В моём бывшем бизнесе я имел 400 работников или служащих в моём офисе. В моих офисах я тратил 50 тысяч долларов на обслуживание этих офисов. Сейчас у нас этого нет. Нам этого не нужно совсем. Да, конечно, у нас есть небольшие офисы в Майами, Флорида. У нас у меня есть офис в Порто-Рико небольшой. Офис в Андорре у нас есть. Но это небольшие офисы, в которых мы нуждаемся. Но мне не нравится тратить лишние деньги на то, без чего можно обойтись. Я думаю, что вам тоже понравится то, как мы тратим деньги. Вам нравится, наверное, то, что мы тратим на выплату вам круизных долларов. Вам нравится то, что мы тратим на выплату ваших комиссионных бонусов. Вам нравится это, да или нет? Да, конечно. Вот почему у нас есть такая возможность платить вам 2 за 1. Когда вы тратите 1 доллар, вы получаете 2. То есть за 1 вашу евро вы удваиваете ваш доход ваших круизных долларов на ваши круизы. И это замечательно, что такая система возможна в нашем клубе. Это действительно очень потрясающая возможность для всех нас с вами. Ну а сейчас давайте немножко отдохнем и подвижемся. Я хочу в музыку. Включите музыку. Нам нужно немножечко прийти в тонус. Включите музыку. Включите музыку. Давайте рассмотрим и дальше. Круизные линии тратят деньги на создание кораблей, на строительство. Мы не тратим на это деньги, мы уже с вами сказали, да. Но также нам не нужно тратить на склады. У них есть фабрики, склады, заводы целые, да, строительные, судостроительные. Нам не нужны ни заводы, ни склады, ни фабрики, ничего. Нам не нужно держать наш продукт нигде. Понимаете, инвентурии нам не нужны. Это тоже очень важно. Мы не тратим на это большие расходы, как тратят, например, круизные линии или другие какие-то агентства. Нам даже не нужно иметь эти все корабли, то есть тратить деньги на строительство или на содержание этих всех кораблей, которые, лайнеры, которые осуществляют круизы. Нам этого не нужно. И тем не менее на нашем сайте, когда вы заходите на наш поисковик, вы имеете эти все круизные линии, вы имеете эти все круизные лайнеры, вы имеете доступ к ним, вы имеете к ним доступ полностью, хотя вы не тратите или мы не тратим на их содержание. Это просто потрясающе. Понимаете, это многомиллиардная индустрия, которая стоит столько денег, которая дает такие колоссальные доходы, но мы не тратим на нее абсолютно ничего. И тем не менее мы можем иметь, участвовать в этом большом доходе. Как вы думаете, это большие деньги? Вам хватит этих денег, чтобы потратить их в Барселоне? Вы сможете их потратить за всю вашу жизнь? Или где бы вы ни проживали, вы сможете потратить эти деньги? Или, по крайней мере, это, я думаю, очень был бы хороший для вас старт, не правда ли? Но представьте себе, что эти круизные линии потратили 68 миллиардов долларов на то, чтобы построить эти круизные лайнеры. Вы представляете себе, 68 миллиардов долларов. Вот, и они делают свои доходы. И наш круизный клуб тоже им в этом помогает. И наш круизный клуб тоже зарабатывает деньги. И они зарабатывают от нас также благодаря нам, потому что мы даем им новых круизеров, новых пассажиров, которые покупают у них круизы. И это тоже вливается в их казну, в их доход. Вы понимаете, насколько это все интересно? Поэтому вот здесь, где есть выгода и нашего клуба, и выгода круизных линий, и ваша выгода. Но, конечно, есть у нас еще один вопрос, который часто мне задают или наши компании. Какой же риск? У меня риск, чтобы стать вашим партнером или членом клуба. Как я рискую? Чем я рискую? Пожалуйста, объясните мне мой риск. Так как вы должны вести свой бизнес честно, прозрачно, и вы, конечно, должны отвечать и на такие вопросы. И это правильные, нормальные вопросы. Вы должны сказать, что вы, если хотите стать членом нашего клуба и быть активным членом клуба, то вы должны платить ежемесячно вашу членскую оплату. Это 100 долларов в месяц. 100 долларов в месяц ваше членство в клубе, чтобы получать лучшие выгодные цены на ваши круизы. Потому что я дал такое слово, я обещал круизным линиям, что у меня мои члены клуба будут активны и будут проплачивать 100 долларов членства. Поэтому вы должны людям это объяснять. И, конечно, я был немножко озабочен тем, что, например, по нашей статистике, в октябре из наших 10 тысяч членов клуба, например, 5 тысяч были неактивны. Это, конечно, мне не нравится. Это неправильно. Вы должны объяснять людям, что они сюда заходят в клуб. Они согласны, принимают те условия, которые дает им клуб. Но они за это получат в два раза больше. Они будут довольны нашим предложением. Вы должны людям объяснять правильно. Также вы должны понимать ваш второй риск. Вы должны быть ответственны. Вы должны брать ответственность на себя. Вы заходите в клуб, значит, вы согласились на то, чтобы оплачивать членство клуба. Но я не хочу, чтобы кто-то терял деньги. Вы должны это правильно понимать, правильно к этому подходить. Наша жизнь достаточно коротка. Поэтому нужно все распределять правильно и брать на себя ответственность. Если вы хотите жить лучше, еще какой у вас риск, вы должны путешествовать. Путешествия, конечно, вы получаете круизный доллар, вы оплачиваете ваши членства. Вы должны тратить их на круизы. Вы должны отправляться в путешествие. Вы должны понимать это, что вы пришли для этого в наш клуб. И это является нашей главной ценностью. Наши путешествия, наши круизы. И ваша возможность путешествовать намного выгоднее. Благодаря нашему клубу вы имеете самую лучшую и прекрасную возможность в мире путешествовать и видеть всю нашу землю, ее красе в морских путешествиях. Но вы должны понять, вы сейчас, мы находимся в Барселоне. И вы преимущественно здесь все из Барселоны. И у вас, вам нужно всего 15 минут, чтобы добраться до круизного порта. Представьте себе, как близки от вас круизы. Но также подумайте о том, что в нашем клубе 6 бортдиректоров, 6 членов совета директоров. И 4 из них живут в тех странах, где вообще нет круизных портов. И оттуда не отправляются круизы. Вы представляете себе? Четверо членов совета директоров из стран, где нет круизных портов. А у вас в Барселоне он есть, самый большой в Европе. Вы, везучие люди, подумайте об этом. Мои партнеры из Казахстана говорят, у нас есть только озера, у нас нет круизного порта. Или вот я из Белоруссии, член совета директоров, но у нас тоже нет круизных портов и нет круизов. Или же я бортдиректор из Украины. В Украине у нас есть один коммерческий порт, это Одесса. Но оттуда тоже нет круизов от нашего клуба по всему миру. А вы, испанская команда, вы представляете себе, насколько вам везет? И то, что у вас такой огромный порт, самый большой порт. И так в Европе и так много круизов. Так что цените это, друзья мои. Или как другие партнеры наши из других стран, которые тратят еще очень много денег для того, чтобы добраться до этих круизных портов. Например, партнеры из Румынии. Здесь есть партнеры из Румынии, конечно же, и других стран. Они, чтобы поехать в свой круиз, еще и тратят деньги для того, чтобы отправиться и добраться до этого круизного порта. А у вас он вообще рядом. Представьте себе, друзья. Итак, вы поняли весь риск наш. Риск – это ваши круизные доллары, ваше членство, ваше второе, ваша ответственность за них. Третье – ваши возможности, то, что вы должны путешествовать. И то, что вы имеете, то, что должны ценить ваше ближайшее расположение к круизным портам. Или возможность такого потрясающего продукта, который дается вам по лучшей и выгодной цене. И, конечно же, последнее, о чем мы должны поговорить, это наш пятый риск. Это удовольствие от нашего продукта. Наш продукт – это удовольствие. Вы едете в круиз, вы развлекаетесь, вы отдыхаете, вы делаете фотографии. Вы должны делать очень много фотографий, видео. Потому что это красиво, потому что вы наслаждаетесь, и потому что все это для вашей рекламы, и для вашего бизнеса, и для его развития. Ваш продукт работает на вас, даже в круизе. Поэтому, если мы говорим о риске, то подумайте о том, что вы имеете в нашем клубе. Вы также имеете очень хорошие деньги. Да или нет? Посмотрите на чеки наших лидеров, которые сидят в первом ряду. Да, это, конечно, очень большие чеки. И, естественно, мы не разрешаем показывать всем наши доходы. Но это действительно заслуженные чеки. И великолепно, мы этим гордимся. Поэтому, друзья, последние два послания, которые я хочу до вас донести и с вами поделиться. Идем вперед, любим то, что имеем, ценим и наслаждаемся жизнью и развиваем наш бизнес. Спасибо вам большое. Я вас всех люблю. И до новых встреч.